Поражение равное победе. Тоттенхэм впервые в своей истории пробился в полуфинал Лиги Чемпионов, проиграв в ответном матче Манчестер Сити со счетом 3-4. В первой встрече на выезде горожане уступили хозяевам 1-0. Так, по сумме голов, забитых в двух играх, лондонский клуб оказался сильнее. «Мы заслужили место в полуфинале. Мои игроки – герои. Я говорил им еще до матча, что бы ни случилось, я буду вами гордиться. Выходом в одну-вторую мы вершим историю, поэтому я более чем счастлив за них и горд». Забив пять мячей за 21 минуту команды установили рекорд результативности турнира. Арбитры дважды просматривали видеоповторы. Так, из-за офсайда последний решающий гол Манн-Сити был отменен. «Я за систему видеопомощи арбитрам. Может быть, гол Лориэнта – это гандбол. Если смотреть с одного угла, рука была, с другого угла со стороны судей нет. Я за честный футбол и справедливое решение. Арбитрам нужно помогать». Стены домашнего стадиона не помогли Порту устоять под натиском Ливерпуля. В четвертьфинальном матче англичане одолели португальцев со счетом 4-1. «Мы в полуфинале. Там встретимся с Барселоной. Пока я не слишком много думаю об этом, но очень рад тому, что мы сыграем с ней. Однако будет трудно. В последние два года никому не удается обыграть каталонцев на их поле. Я очень горжусь ребятами. То, что они сделали, это просто блестяще. Причем они показали разнообразную игру, что делает нашу команду вдвойне особенной. Я и правда счастлив». Путевки в финал Еврокубка команды начнут разыгрывать с 30 апреля. Ливерпуль сразится с Барселоной, а Тоттенхэм с Аяксом, который выбил из турнира Ювентус Иреал.